Всем привет, меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале в последнем видео 2023 года. Именно в этом видео мы с вами будем разбирать ту самую знаменитую, нашумевшую палетку от бренда Makeup by Mario, которая называется Ethereal Eyes или же Неземные глаза. Мы с вами посмотрим сводчи этой палетки, сделаем три макияжа, обязательно посмотрим на вечернее включение, а потом будем про нее подробно разговаривать. И так как это последнее видео 2023 года и последнее видео декабря, у нас с вами тоже будет в конце розыгрыш, как я вам и обещала, что я все-таки подумала и решила, что а почему бы не провести последний розыгрыш 31 декабря. Но про это мы с вами поговорим, как обычно, в конце видео и поговорим про пожелания на 2024 год. Присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Первый вариант макияжа это классические смоки, потому что я хочу попробовать протестировать полностью самую темную блесточку, из палетки, а она сама по себе на коричневой базе, поэтому нужно ее поддержать. И тушевать в кожу мы с вами сегодня будем через коричневую историю, немного коричневатую, тепловатую, потому что самый светлый оттенок в тушевке, он немножко все-таки теплит. И в качестве самого темного оттенка я возьму, конечно же, самый темный оттенок из палетки. С этой стороны у меня будет база, я пока что не нанесла, с этой стороны не будет. И говоря про смоки, помним про то, что когда вы наносите самый темный оттенок, вы должны его сильно высоко не наносить, потому что когда вы начнете все это тушевать, вы можете перестараться. Итак, я уже выбрала направление, сейчас быстренько нанесу базу на эту сторону и мы с вами начнем с самого темного оттенка. И набираю я этот оттенок на плоскую натуральную кисточку. И давайте даже сделаем следующее. Я этот оттенок полностью не буду наносить до складки века, хотя по классике именно темный оттенок наносится до складки века, а дальше уже все тушуется через переходные оттенки. Но можно сделать чуть более облегченные смоки и нанести самый темный оттенок где-то до серединки подвижного века. Какие мягкие тени. Очень мягкая текстура и при этом сильно пигментированные тени. Доношу до серединки и не забываю, меняю кисточку, сразу же наношу этот оттенок по нижнему веку. На кисточку чуть покрупнее набираю второй переходный оттенок. Он тоже теплит, потому что удивительно, тени практически не пылят. Конечно, зависит от того, как их набирать, но если набирать аккуратно чистой козочкой, вообще практически не пылят. И смотрите, этот оттенок я добавляю также по подвижному веку и в складку. И также аккуратно сейчас буду стушевывать переход. И выше складки века я практически этот оттенок не наношу. Там будет самый светлый оттенок идти. На кисточку еще крупнее набираю самый светлый оттенок. Он уже откровенно теплый. Я бы даже сказала, что он немножко рыженький. И вот с помощью этого оттенка я начинаю все активно дотушевывать и уводить в кожу. Насчет темного оттенка. Так как я еще планирую нанести черный гелевый карандаш, Я пока оставила как есть, но карандаш я буду закреплять черный именно самым темным коричневым оттенком, чтобы все смотрелось, вернее, чуть помягче. И если нужно будет добавить чуть больше, то я добавлю чуть больше коричневого. Очень легко тушу эти тени. Вот прям безумно легко. На кисточку поменьше набираю тот же самый светлый оттенок и подтушу в нижнее веко. На плоскую кисточку набираю самую темную блестку из палетки и наношу на серединку подвижного века. Скорее всего я еще дополню спарклом, но пока я вам покажу, как выглядит этот оттенок в чистом веке. В веке. В чистом виде. Так, распределяю аккуратно во внешнем уголочке, потому что сюда блестка не должна попасть. Особенно если у вас возрастное веко. Если молодое, то можно наносить куда угодно. Распределяется неплохо, но мне кажется, что именно эта блестка немножко поджевывает века. И все-таки мы с вами дополним спарклом и я возьму тот, который потемнее. Я набираю на ту же самую кисточку и добавлять я буду ровно на серединку подвижного века. Набирается очень хорошо. Аппликативными движениями наношу. Выглядит безумно красиво. Динона сияет не так ярко, не так интенсивно. Перехожу к черному гелевому карандашу и наношу его в ресничный край. И буду его сразу немножко подтушевывать. Изначально подтушевывать я его буду, конечно же, с синтетической кисточкой. И также нанесу на нижнюю слизистой и тоже немножко подтушую. И по границе я еще пройдусь, как бы слегка закрепляя черный оттенок самым темным оттенком из палетки, который мы уже сами наносили. Результат получился очень даже симпатичный. В идеале, конечно, тут нужно бы приклеить пучки с акцентом во внешний уголок. Но мне нужно дотестировать тушь, поэтому я прокрасила то, что есть. Да и так, в принципе, смотрится неплохо. Мне понравилось все. С тенями очень легко матовые, тушуются на ура и безумно быстро, безумно легко. Есть такое маленькое правило в макияже, что нужно, условно говоря, 10 раз тушевать в одном месте. И здесь достаточно два раза провести, у вас уже все идеально. Они вообще не залипают, они очень сильно пигментированные, они кремовые, мягкие и практически не пылят. Да я бы даже сказала, что они вообще не пылят. Говоря про блесточки, они хорошо набираются на кисточку. Мне кажется, что только темная блесточка здесь, ну, так себе. Она немного отличается по формуле от всех остальных. Это больше какой-то металлик с дополнительными золотистыми вкраплениями. Но это именно вариант подсмоки или же это вариант переходного оттенка. Вообще нет никаких нареканий и пререканий. Выглядит, конечно, все очень красиво, достойно. И самое главное, что с тенями действительно легко. Я вам сейчас покажу вам макияж глаз максимально близко. И мы, как обычно, увидимся с вами в конце дня. Прошло 11 часов. Давайте с вами посмотрим, что происходит с тенями. Так, эта сторона без базы здесь очень сильно скаталась. Эта сторона с базой. И тем не менее, есть маленький намек на скатывание. Но еще не очень все серьезно. Матовые тени не поблекли. И блесточки, в общем-то, не сыпали. Сыпала только в тушь. Сегодня будет стрелочка, которую я буду выводить слегка в горизонталь. И я хочу попробовать розоватый, приглушенный, вернее, розовый оттенок. И это будет основной оттенок складки века. Также немножко добавлю второй по интенсивности коричневый. Но действительно немного, потому что я не хочу утяжелить внешний уголок. Потому что у нас сегодня активная будет стрелочка. И нет никакого смысла добавлять какое-то интенсивное затемнение во внешний уголок. Также я хочу попробовать золотистую блесточку. И это будет звезда сегодняшнего видео. И, скорее всего, я добавлю, вернее, украшу ее еще одной золотисто-серебристой блесточкой. То есть это спаркл, а это больше уже металлик, в котором есть дополнительные спаркловые частицы. Ну, в общем, как-то так, как есть. Но, может быть, и добавлять я не буду этот спаркл. Посмотрим, как это все будет выглядеть на подвижном веке. То есть план таков, что я использую сегодня два матовых оттенка. И, скорее всего, две блесточки. И давайте с вами начинать. С этой стороны будет... Вау, как мне повезло. В общем, в целом, как обычно, с этой стороны будет база, с этой стороны базы не будет. Изначально на кисточку чуть покрупнее набираю, приглашу на розовый оттенок. Добавляю его в складку и вывожу выше складки века. Также наношу этот оттенок по нижнему валику и соединяю нижнее веко с верхним веком. Без перебора, без сильной интенсивности, потому что это переходный оттенок. Растраиваю форму. Перехожу к кисточке поменьше и к оттенку чуть-чуть потемнее и добавляю его во внешний уголок. На плоскую натуральную кисточку набираю золотистый оттенок и наношу его на все подвижное веко. На мой вкус, здесь никакая дополнительная блесточка не нужна, потому что оттенок сам по себе очень хорошо сияет. Да, можно, конечно, еще дополнить блестками, но в общем и целом это не обязательно. По нижнему веку сейчас еще пройдусь самым светлым оттенком из палетки и слегка подвысветлю. И теперь рисую стрелочку. И, скорее всего, она все-таки будет выходить по классическому направлению из внешнего уголка, но во внутреннем уголке я сделала не классический клювик, а вот ту загогулину, которую сейчас рисуют многие. Во всяком случае, я попробую ее нарисовать и посмотрим, что выйдет. Перехожу ко внутреннему уголку. Я буду продлевать верхний ресничный край и заворачивать вот здесь. Прорисовывая капель. Сори, первый блин немножко комом. Не совсем идеально получилось, но в принципе, принцип я поняла. Я беру светлый бежевый каял и добавляю его для усиления эффекта. Также я вообще этим каялом пройдусь по нижней слизистой. По-моему, все получилось очень даже миленько и интересно. Мы сегодня с вами попробовали три матовых новых оттенка. Они хорошо набираются на кисточку, сильно пигментированные, отлично тушуются, отлично взаимодействуют друг с другом. То есть по матовым вообще у меня нет никаких вопросов. Самое главное, что с ними легко и они не залипают. Да, некоторые чуть более тепловатые и самый теплый оттенок сегодня это вот этот вот, который я использовала для затемнения. Мы также с вами попробовали блесточку, хорошо набираются на кисточку. Но тут такой момент, если вы хотите полупрозрачный эффект, то наносите ее в чистом виде как есть. Если вы хотите чуть более заполненный эффект, наносите ее на подложку. Например, на какие-то жидкие тени. Будет смотреться, конечно, очень красиво, очень здорово. Мне нравится и так, как есть. Получается очень даже модненький, симпатичный эффект. В общем, мне макияж нравится. У нас с вами остались с ней задействованными. Одна матовая тенюшка и две блесточки. Поэтому мы их с вами протестируем в третьем макияже. И потом уже перейдем к выводам. Потому что мы еще с вами будем пользоваться этой палеткой, когда будем ее сравнивать с Наташей Диноной. Сейчас я вам показываю макияж глаз максимально близко. И мы увидимся в конце дня. Прошло 10,5 часов. Сторона с базой. Блесточка не скаталась. Тени не поблекли. И блестки, в общем и целом, не сыпали. Сторона без базы. Ну, есть маленькое, еле заметное скатывание. Но, если честно, это даже не серьезно мне. Тени не поблекли, блестки вроде как не сыпали. Сегодня делаем растушеванную стрелку. У меня остался неиспользованным только один матовый рефил. И именно его я буду использовать в качестве складки века. Это холодный оттенок, серовато-розовато-коричневый. И также мы с вами не попробовали две блесточки. Один спаркл, вот этот вроде, нет, вот этот. И также один металл со спарклом. На самом деле это тоже своего рода спаркл. Но мы попробуем оба сегодня. И основа растушеванной стрелки у нас сегодня с вами будет... Давайте изначально прорисуем розовую, а потом будем ее усиливать за счет коричневых оттенков. Но начинать я буду с оттенка складки века. Набираю на немножко пушистую кисточку. Немного подубираю какие-то осыпания, если они есть. С этой стороны уже есть база, с этой стороны нет. И начинаю добавлять именно в складку. Беру кисточку чуть поменьше, набираю розовый оттенок. И начинаю простраивать по чуть-чуть форму. Изначально рисую как будто бы ромбик и затемненный уголок. Это у нас с вами первый переходный оттенок для стрелки. Говоря про оттенок складки века. Он вот прям откровенно холодный. Многим такое понравится. Сразу наношу этот же оттенок по нижнему веку. На кисточку чуть поменьше набираю средний по интенсивности коричневый оттенок. Темный мы с вами еще добавим. И это будет максимальное усиление. И добавляю этот цвет по основанию стрелки и также чуть-чуть выше. Это второй переходный оттенок. То есть тот, который еще будет немного смягчать стрелку. При этом я не должна с помощью этого цвета полностью перекрыть розово-персиковый. На кисточку еще меньше и достаточно плоскую набираю темный оттенок и начинаю прорисовывать основание. Обратите внимание, что во внутренних уголок я пока не лезу, потому что это бесполезно, так как мы еще с вами туда будем наносить блесточку. Это же касается подвижного века. Начинаю именно с основания. Слегка его дублирую и подтушевываю. Таким образом я усиливаю, затемняю стрелку. Если мне необходимо подвытянуть светлый оттенок, темный, я беру плоскую кисточку и немножко подтягиваю свет. Свет вернее, чтобы немного стрелка была чуть более тоненькая. Потому что можно и прорисовать этой кисточкой, но тогда стрелка получится очень интенсивное, вернее основание и очень плотное. Не забываю возвращаться к предыдущим кисточкам, оттенкам и подтушевывать еще границу дополнительно. На плоскую кисточку набираю серовато-золотисто-розоватую блесточку и наношу на все подвижное веко. Переворачиваю кисточку и немного усиливаю блик за счет золотистого спаркла. Добавляю его исключительно на серединку подвижного века и чуть выше. Возвращаюсь к самому темному оттенку из полетки и прохожусь им вдоль ресничного края, продлевая стрелку. Также наношу этот темный оттенок немного вдоль ресничного края, во внешнем уголочке. Результат по верхнему ресничному краю я прошла с черным гелевым карандашом. В нижний слизистый. У меня Белор Дизайн под номером 306. Вообще это воск, но он относительно неплохо держится на слизистый. Мне все нравится. И матовые тени, и блесточки. Блесточки мне определенно точно нравятся больше, чем Наташа Динония. Наташа менее яркая, менее интенсивная и не такая интересная. Более того, мы с вами делали очень похожий макияж полеткой Анида Ньют, но он выглядел все-таки чуточку иначе. И прохладный оттенок растушевки в Наташе, он не такой холодный, как в палетке от Makeup by Mari. Но про это мы вообще с вами в другом видео поговорим. И заодно будем делать разные макияжи, используя две разные палетки. Вот, такой вот вам мини-спойлер. Итак, сейчас я вам показываю макияж глаз максимально близко. Мы увидимся в конце дня и уже будем делать выводы. Прошло 11 часов, сторона базы матовые не поблекли, блестки не скатались и не сыпали. Сторона без базы, блестки не скатались, матовые не поблекли, но некоторые блесточки вот здесь вот все-таки осыпались. Начинаем обзор неземной палетки с достаточно приземленной информацией. Стоимость этой красоты 68 долларов и можно купить эту палетку официально, только на официальном сайте Makeup by Mari. И она стоить будет для Европы не 68 долларов, а 82 или же 83 евро. Если честно, точно не помню. Плюс дополнительно вам придется заплатить 20 евро за доставку. Итого, эта палетка вам обойдется в 102 или же в 103 евро. Что очень и очень немало, учитывая стоимость палетки Наташи Диноны. 73 евро и в принципе эту палетку гораздо проще найти, чем вот эту красоту от Makeup by Mari. Следующий момент, который меня не очень сильно вдохновляет, вернее даже больше расстраивает, это граммовка. Здесь всего лишь 12 грамм продуктов, продукта вернее на 12 рефилов. То есть каждый рефил у нас с вами весит всего лишь 1 грамм. И в то время как в палетках Наташи Диноны средний вес около 1,2-1,3 грамма. То есть разница все-таки достаточно существенная, особенно учитывая стоимость этого продукта. Место производства палетки США. И это немножко удивляет лично меня, потому что качество продукта внутри очень сильно напоминает итальянское производство. Особенно блесточки. Чуть не пропустила один немаловажный момент, связанный с качеством упаковки. Это пластик, но это хороший, качественный, плотный пластик, который у вас не поломается быстро. Из плюсов, на мой взгляд, это то, что сама упаковка матовая и нету никаких отпечатков рук. Из нюансов, она конечно белая, ее можно легко заляпать тушью или же какими-то карандашами. Но за этим моментом можно в принципе следить. Здесь также есть большое зеркало и также из нюансов, вот этот момент такой немножко сомнительный, это то, что рефилы распределены по зеркальной поверхности. То есть когда вы начинаете набирать какой-то продукт, часть попадает на эту зеркальную гладь и становится все не так аккуратно, как хотелось бы. Но в общем и целом упаковка мне нравится и самое главное то, что она легкая. Ее легко можно положить с собой и особо вес вы чувствовать не будете. А вот теперь наконец-то можно переходить к качеству продукта внутри. Здесь у нас с вами 7 матовых рефилов. Один классический металлик, но в этом металлике также есть дополнительное вкрепление золотистых частиц. Два спаркловых оттенка, которые очень сильно похожи на Бобби, Браун и компанию. Один оттенок это что-то между металликом и спарклом. И еще один оттенок, который также напоминает спаркл, но это уже скорее как кристалл у Наташи Динона. Говоря про матовые рефилы, они одинаковые по качеству. То есть здесь нету такого, что один рефил замыливается, второй не набирается, третий пылит, четвертый нормально. Нет, здесь все оттенки стабильные по качеству. Они отлично набираются на кисточку. Они практически не пылят. Вы можете их набирать козочкой, которая сама по себе достаточно рыхлая. И при этом тени будут практически не пылить. Две-три осыпашки, которые вы увидите, я не считаю, потому что это ерунда. Особенно если сравнивать с другими тенями. Хорошо набираются на кисточку матовые, хорошо тушуются, пигментация высокая. И при этом они отлично наслаиваются. По ощущению это очень шелковые тени, очень приятные. Если сравнивать их по ощущению с Наташей Диноной, я бы сказала, что у Марио тени тоньше. И у Марио тени тушуются легче. Несмотря на то, что Наташа сама по себе тоже хорошо тушуется, Марио идет как-то еще легче, чем Наташа Динона. С этой палеткой было все безумно просто, легко и быстро. Именно поэтому она меня подкупила и очень не сильно понравилась. И мне очень жаль, что ее очень сложно достать. Далее. Классический металлический оттенок, который есть практически у любого бренда. И сказать, что это что-то выдающееся у Марио я не могу. Хорошо набирается на кисточку, не пылит. Особо сильно не скатывается и не осыпается в течение дня. Но именно этот оттенок может больше всего подчеркивать текстуру подвижного века. Потому что когда вы его начинаете наносить, здесь очень много металлизированных металлических частиц. Именно уходящих серебром. И поэтому именно на возрастном веке этот оттенок может сыграть злую шутку и начать немножко подчеркивать текстуру. Его можно нанести, конечно, чуть потоньше. И тогда он не будет сильно подчеркивать текстуру. Но если будете наносить очень плотно этот оттенок, то возможны варианты. Следующая не менее интересная блесточка. Золотишко. И это и не спаркл, и не металлик. Это оттенок, который можно нанести очень плотно. И это в то же время оттенок, который можно нанести легко, как отдельные частицы, как отдельные блесточки. Но если будете наносить легко, тем не менее, такого же яркого эффекта, как вот от этих двух спарклов, этот оттенок вам не даст. Он отлично распределяется, очень красивый сам по себе оттенок. И если честно, на мой взгляд, он без базы. Его лучше наносить на что-то. Но в то же время его можно также нанести просто на подвижное веко. Будет очень красивый, влажный эффект. Очень классный, интересный оттенок. Тоже сам по себе он особо сильно не сыпет под глаза. В принципе, говоря про блесточки, они не сыпят в течение дня. Но да, они могут скатываться. Это касается, в принципе, любых блесточек. Практически любых. Мне показалось, что металлик скатывается меньше всего. Но это все очень сильно индивидуально. И зависит также от того, как вы будете носить эти тени. Следующая формула очень сильно похожа на кристалл от Наташи Динона. Она отлично набирается на кисточку. Это очень мягкий кремовый оттенок, который со временем может, к сожалению, немножко замыливаться. Ведет себя точно так же на подвижном веке, как кристалл от Наташи Динона. Но если их сравнивать по текстуре, то Динона, мне кажется, будет более кремовая, чем Make Up by Mario. Но это не сильно влияет на то, как ведут себя эти тени на подвижном веке. Единственное, что мне кажется, что Динона будет чуть-чуть все больше скатываться, чем Mario. И оставшаяся формула это спарклы. Вот просто спарклы. Очень красивые, интенсивные спарклы, которые легко набираются на кисточку. Легко цепляются за подвижное веко. Особо вам не сыпят под глаза. И особо сильно не скатываются. По интенсивности они мне очень сильно напоминают именно Bobby Brown, Fenty Beauty и Urban Decay. Если сравнивать с Наташей Диноной, то Наташа Динона будет очень сильно проигрывать по сиянию. Особенно спарклы в палетке Анида Ньют. Если говорить про спаркл из палетки Ксенон, то там уже немножко другая ситуация. И давайте с вами немножко посравниваем. Начнем, пожалуй, со спарклов, раз уж мы с вами про них говорим. Это тот случай, когда легко получить влажный блик. Оттенки вроде бы немного разные, но они между собой очень сильно похожи. Здесь есть не яркая, вернее, полупрозрачная база. Если описывать сами блесточки, то, на мой взгляд, они между собой очень сильно похожи. Только блесточка потемнее. В ней как будто больше серебристых оттенков, в то время как в блесточке посветлее чуть больше золотистых оттенков. И давайте с вами еще сразу же сделаем сводчик Fenty Beauty для сравнения. Вот так выглядит Fenty рядом с Марио. И мне даже кажется, что на сводче сейчас Fenty как будто бы сверкает ярче. Но Fenty просто больше именно блесточек. Далее Urban Decay у нас с вами идет по счету. Если сравнивать по мягкости, то мне кажется, что Urban Decay будет на уровне Makeup by Mario. Даже знаете, что самое забавное? То, что Space Cowboy очень сильно похож на вот этот оттенок из палетки Makeup by Mario. И также очень сильно по текстуре эта палетка похожа на Bobby Brown. Но честно, если сравнивать Bobby Brown и Makeup by Mario, мне кажется, что Mario как будто бы даже чуть более кремовый и какой-то чуть более шелковый. В то время как Bobby Brown немного дает какую-то легкую шероховатость и создается ощущение, как будто бы он немножко суховат. Хотя нет, он не сказать, что был очень сухой. Но и палетка от Наташи Диноми. Я буду делать отдельное сравнение Наташи Диноми и Makeup by Mario. И мы с вами сделаем там, наверное, два макияжа. Будем использовать схожие оттенки. И вот наша с вами Наташа Динома, чтобы вам показать разницу. Эти палетки все-таки отличаются и по цветовому решению, и по качеству. Самый интенсивный и яркий спаркл будет от Fenty Beauty и от Bobby Brown. А Urban Decay вот как раз-таки на уровне Makeup by Mario. Даже возможно, что Urban Decay приблизительно один и тот же завод. Но в Makeup by Mario текстура будет чуть-чуть потоньше. А сейчас еще давайте с вами посравниваем и поговорим про еще один оттенок спаркла, который похож на Наташу Динону. Мне даже кажется, что именно этот оттенок схож на спаркл, вернее на кристалл из палетки Анида Ньют. Но для начала мне нужно немножко почистить руку. Оттенок из Наташи Динона, который я имела ввиду, называется Muse. Здесь также есть перелив различных блесточек. Если описывать Mario, то там коричневые, золотистые, розоватые блесточки. Если описывать Наташу Динону, то это больше все-таки коричневая база и серебристые блесточки. Все-таки они отличаются, при том достаточно сильно. Сейчас сделаю сводч Mario рядом. У Mario, во-первых, другая база. Она более коричневая, более нейтральная. В то время как у Наташи она больше уходит в рыжеватый какой-то потон, достаточно теплый. И Mario распределяется больше как отдельные частицы, в то время как Наташа, вот именно ее формула кристаллов, именно этот оттенок. Потому что у нее кристаллы иногда бывают разные, чуть-чуть по формуле. Они распределяются все-таки по-разному. И Mario можно не нанести совсем без базы, в то время как Наташа будет все-таки давать базу. И описывая оттенок у Mario, то здесь у нас с вами коричневые, золотистые, розовые и чуть-чуть серебристых блесточек. То есть Mario будет все-таки чуть-чуть поинтереснее. Однако, если сравнивать эти два рефила, то оттенок из палетки Makeup by Mario будет раза в два суше, чем оттенок из палетки Наташи Динона. Теперь поговорим про оттенки и про цветовое решение. Вообще, это классическая нюдовая палетка, в которой есть все. В прямом смысле все. В основном здесь нейтральные оттенки, но также есть холодный оттенок и кое-что потеплее. Потеплее оттенков, конечно, будет побольше. Самый холодный оттенок из палетки вот этот пот. Его можно использовать как оттенок складки века, так и в принципе использовать на все подвижное веко. Его можно использовать в тушевке с розоватыми оттенками, так и с коричневыми, потому что это серовато-коричнево-розовый оттенок. Я нашла схожие рефилы в других палетках, и сейчас мы с вами посравниваем. Но в основном я нашла схожие оттенки в Colourpop. Мне кажется, что в Colourpop в принципе можно найти, наверное, большинство оттенков, которые вас интересуют. Давайте для начала, правда, поговорим про каждый рефил и про потоны. Далее. Светлый оттенок из палетки. Он немножко желтит, так что он будет достаточно теплый. Но это хороший цвет сам по себе для высветления. Можно его комбинировать в принципе со всеми оттенками из палетки и подсмешивать для того, чтобы слегка подсветлить оттенок. Следующий рефил у нас с вами идет за единственным холодным. Он уже теплит. Это коричневатый, рыжеватый оттенок, который больше уходит именно в рыжий. Не в нейтральный, а именно в рыженький. Он уходит в какой-то легкий оттенок корицы. Следующий рефил у нас с вами будет уже более нейтральный. И это тоже светлый оттенок, но тут также есть теплинка. Именно серого потона здесь нет. Это нейтральный, уходящий скорее все-таки больше в теплый оттенок. Единственный розовый оттенок из палетки. Он розовато-персиковый. То есть тут тоже есть теплая нотка, но она очень и очень небольшая. Если сравнивать этот розовый оттенок с палеткой Наташи Диноны, здесь также есть розовато-персиковые оттенки, то у Наташи будет розовый более теплый, потому что в нем будет больше персика. Здесь в этом оттенке больше такой розовато-приглушенный персиковый оттенок. Именно розовато-приглушенности здесь больше, чем персика. Коричневые цвета. Один очень нейтральный, даже нейтрально-холодный коричневый. Это самый темный оттенок из палетки и самый сильно пигментированный оттенок из палетки. И второй оттенок будет чуть-чуть посветлее и потеплее, потому что здесь также будет легкая рыжинка и красненка. Именно за то, что здесь есть разные подтоны, мне эта палетка нравится. То есть, условно говоря, если вы чуть более холодненькая, вы можете подмешать серовато-розово-коричневый оттенок в розовый и слегка подхолодеть розовый оттенок. То есть, у вас есть вариант, вы можете здесь мешать все, что вы хотите. А вот теперь давайте поделаем сводчики. И мне кажется, что самый интересный оттенок для многих будет как раз-таки вот этот вот холодный. Мне он очень сильно понравился. Он очень красивый, очень необычный, отлично сочетается и с розовым, и с коричневым, и с серым он будет классно сочетаться. Максимально похожий оттенок я нашла в палетке Dead Stop от Colourpop, конечно же. И это будет оттенок, который называется Python. Он тоже такой розовато-коричневенький и сероватый. И знаете, что самое смешное? Это практически 100% попадание. Они очень сильно похожи. Единственное, что в Марио как будто бы будет чуть больше серости. Но Dead Stop тоже хорош. Также схожий оттенок не на 100% и не по формуле. Есть палетки от Charlotte Tilbury. Да, это та самая новая лимитка. И здесь есть единственный холодный оттенок. И он хорош по-своему. Это серовато-коричнево-розовый оттенок. Но здесь текстура будет еще тоньше и мельче, чем у Майкапа и Марио. И плюс будет также очень много крема. Нет, все-таки Charlotte больше уходит в коричневое, чем Марио и чем Colorpop. Еще один схожий оттенок я нашла... А нет, это уже другая повторка. То есть максимально похожий оттенок на Майкапа и Марио это Dead Stop от Colorpop. Ну, это исходя из того, что я нашла. Я также смотрела Huda Beauty Rose Quartz. Но Rose Quartz больше уходит все-таки какой-то фиолетово-розовый. И там мало коричневого. Поэтому вот такое вам небольшое попадание. Я забыла вам еще показать один рефил из палетки Colorpop, который называется Your Golden. И этот рефил также похож на наш с вами серовато-розовый оттенок. Здесь цвет называется Cruise. Давайте сделаем легкий сводчик рядышком. Он тоже будет на 100% похож. Но если прикладывать с рефила рядышком, то кажется, что они между собой схожи. Cruise, во-первых, будет светлее. А во-вторых, в нем все-таки будет меньше серости, чем в палетке от Makeup by Mario. Конечно же, мы можем с вами сравнить с Наташей Диноной. Но Наташу Динону мы с вами будем сравнивать в другом видео. Поэтому пока я не хочу делать сводча сравнения именно с палеткой I Need a Nude. Говоря про персико-розовый оттенок, мне кажется, что он тоже будет достаточно популярным. Именно на 100% я ничего схожего не нашла. Я думала, что оттенок персико-розовый из палетки Mandalorian будет похож. Но нет, Mandalorian все-таки уходит больше в персик, нежели в розу. А в Mario будет розовый более сложный и более интересный. Еще один схожий рефил. Я уже сейчас запутаюсь с палетками. Это самый темный оттенок из палетки Makeup by Mario. Но он тоже будет не на 100% похож на рефил, который я вам покажу из палетки Colourpop Stone Cold. Это одна из лучших палеток от Colourpop, потому что здесь есть все. И холодная история, и нейтральная история. И здесь оттенок называется Fecal Fate. Он нейтрально-коричневый. Но мне кажется, что Mario будет попрохладнее. В принципе, так и есть. В Mario чуть больше именно серой какой-то нотки. И еще один схожий оттенок, который я нашла в палетках Colourpop. Так, это будет палетка уже опять-таки You're Golden. И здесь будет чуть более рыжеватая история. Оттенок называется Covid. Но Colourpop, конечно, отличается по качеству от Makeup by Mario. Мы с вами должны это сразу понимать. Схожий оттенок это светло-рыженький, светло-тепленький из палетки Makeup by Mario. Но в Colourpop будет чуть более интенсивный, рыжеватый оттенок. А в Mario он будет чуть более светлый и чуть более нейтральный. На этом плюс-минус все. С оттенками, со схожими оттенками, которые я нашла, не останавливаясь на палетке I Need a Nude от Natasha. Также, в принципе, можно легко найти дюб для металлического оттенка из палетки Makeup by Mario. Тоже можно найти его в Colourpop. Но, честно сказать, я бы не стала заморачиваться. Потому что, мне кажется, вот именно этот оттенок, это не тот, вернее, оттенок, за который стоит покупать эту палетку. Мне палетка по итогу очень сильно понравилась. Мне нравятся и матовые, и блесточки. Блесточки это просто нечто. Они очень красивые, они очень выигрышные. И с точки зрения того, что можно купить одну палетку и не заниматься, простите за выражение, ерундой, и не скупать все спарклы. Потому что я знаю, что не все любят однушки. И многим проще купить палетку теней. Эта палетка хороша, потому что в ней есть все. И я определенно точно не жалея о покупке этой палетки. И рада, что Mario ее все-таки перевыпустил. Единственное, что очень сильно расстраивает, так это то, что очень сложно достать эту палетку. И что единственное место, где она продается, по факту, это официальный сайт Makeup by Mario. И нужно очень сильно заморачиваться по поводу доставки, по поводу налога. Да, сразу же вы платите налог на сайте. Он включен в стоимость палетки. Но, тем не менее, очень неприятная получается финальная стоимость этой красоты. И на этом мы с вами заканчиваем наше с вами последнее видео 23-го года. Ура! Начинаем говорить потихоньку этому году, этому 23-му году пока-пока и встречать 24-й. Но для начала давайте с вами поговорим про последний финальный розыгрыш 23-го года. Здесь у нас с вами будут некоторые продукты от бренда Too Faced мини-версии, кое-что от бренда Catrice, ну и еще кое-что. Как обычно, полный список наполнений я оставлю в инстаграме. Итак, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, необходимо проверить, что вы подписаны на канал. Если нет, то обязательно это исправьте. Также поставить лайк этому видео и оставьте, пожалуйста, в комментариях, комментарий, какие палетки вы предпочитаете. И, в принципе, например, как вам палетка от Makeup by Mary. Почему я задаю такой вопрос? Для некоторых девочек нюдовые классические палетки это слишком скучно, неактуально и им такие палетки не нравятся. Хотя по статистике большинству, где-то 80-90% девушек, женщин нравятся именно нюдовые палетки, потому что, как вариант на каждый день, многие все-таки предпочитают нюд. Также желательно, но не обязательно подписка на инстаграм, потому что видео розыгрыша я буду выкладывать в сториз, и мне так с вами будет гораздо проще связаться. Но, если у вас нет инстаграма, или же вы им не используетесь, то ничего страшного, я все равно буду закреплять выигрышный комментарий, обязательно отписываться под ним, что здравствуйте мне, вы выиграли, и как мне с вами связаться. И на этом мы с вами заканчиваем последнее видео 23 года. Я желаю вам, чтобы 24, да в принципе всем нам с вами, чтобы 24 год был гораздо более удачливым, и чтобы в нем было меньше всяких проблем. Также желаю вам всем огромнейшего здоровья и успеха. Я надеюсь, это видео вам понравилось, вы нашли его полезным. Желаю вам хорошо отдохнуть и хорошо отметить праздники. Большое вам спасибо за просмотр, желаю вам хорошего дня, и надеюсь хорошей ночи, и пока-пока.